Первый вопрос, наверное, о том, что за команда, да, как она образовалась, организовалась, во что ребята играют. Ну, вообще, мы создались, наверное, в 2013 году впервые и как бы стали отдельной командой. Мы играли в пляжный футбол на первом чемпионате Владимирской области. И с тех пор, как бы, Дельта, она так в разных направлениях развивалась. Ну, в основном мы, конечно, пляжным футболом стараемся, но он очень краткий, то есть только летом, а зимой и в другое время. Мы еще играем в мини-футбол четвертой лиги в 8 на 8, чемпионате тоже регулярно. Ну, вот и на разных турнирах, то есть в том числе бывает. И на выезде где-то в Москве у нас были пляжный футбол в прошлом, позапрошлых годах несколько раз. Ну, в разных направлениях мы экспериментируем в футболе. А есть какие-то успехи? Ну, успехи, конечно, какие-то есть, но не такие масштабные. В пляжном больше всего успехов. Мы четыре раза были на втором месте чемпионате Владимирской области. Ну, и так по мелочке что-то выиграть. А ребята откуда? Вот сейчас у нас как бы не всегда так было, но сейчас у нас студенты иностранные Владимирского госуниверситета, который стал помогать. Мы поэтому Дельта в ЛГУ называемся. Последние два года нам активно помогают. Они из разных стран в общей сложности где-то уже больше 20. Сейчас у нас из Анголы, Кабаверда, Монголии, Турции, Туниса, Египта, Кобь-Дивуар, Конго. Ну, много разных стран. То есть такое, разные языки у всех и разный менталитет. Зато все хотят играть в футбол, и поэтому мы эти возможности реализуем. Хотелось спросить, вот ребята разные страны представляют, да, как находят общий язык на поле? В целом нормально, как бы сказать, свои какие-то трудности. Даже сегодня у нас много эмоций. Но это нормально, это такой как бы футбол, как отдых расценивается больше. Поэтому в основном все благодаря этому больше общаются. Ребята смотрят чемпионат мира? Конечно, все матчи, разные пристрастия. Бразилию, Португалию поддерживают, которые уже вылетели. Ну, естественно, все болеют за Россию, потому что здесь живут. Я слышал, да, многие говорят по-русски, все говорят или... Ну, они же учатся, как же они... То есть в основном, если говорят плохо, то те, кто на подготовительном факультете. А те, кто уже закончил несколько лет, у них нормально с русским языком во всех отношениях. Как вам, я слышал, вы говорили в течение матча, да, что первый раз 11 на 11 играете? Ну, первый раз в этом году, а так мы играли. И турниры были, и одноразовые какие-то. Нас приглашали, наверное, в чемпионат, но пока мы до 11 на 11 не доросли. Это как бы в планах у нас. А как вот вам такой опыт? Ну, в общем, все отлично. Мне все нравится. Понятное дело, что если шероховатости, организовать большой футбол сложнее, но то на большой футбол проще с мини-футболом и с пляжным. А так вообще все отлично. Мы рады, что с командой стали сотрудничать. Я надеюсь, что это будет не только один матч, а еще какие-то мероприятия. Мы найдем общий язык. И такой проект, как Добрыня, мне нравится, потому что новый для нашего города. И люди экспериментируют. Это самое главное, чтобы не стояло на месте. А какие планы у команды? То есть где их можно увидеть, например? Ну, мы играем в неделю 2-3 матча. Это 8 на 8, 5 на 5 регулярный пляжный футбол был на прошлой неделе. 8 на 8 это торпеда? На торпеда, да, конечно. И пляжный будет, да? Пляжный у нас на выезде. Это за пределами города в основном. Гусь район, да? Судогодский район, Гусь-Хрустальный был. Ну, разное. Сейчас с этим тоже сложно с пляжным футболом. Мало каких-то турниров проводится. Поэтому, ну, вот уже один тур состоялся. Ждем другие тоже. Удачи вашей команде. Спасибо большое. Вашей тоже. Продолжение следует.